Всем привет! Мы сейчас идем в посольство США подавать на визу туристическую. Мы записались где-то полмесяца назад на собеседование, вот наша очередь подошла. Вот такую синюю бумажку вам выдают, если вам отказывают в визе. Собственно, нам же ее и вручили. Второй раз уже. Первый отказ у нас был в 2012 году. Собственно, офицер тоже не объяснил причину отказа. Заплатили мы консульский сбор 160 долларов. Это 320 долларов в сумме. И, кстати, в квитанции написано, что эту сумму 160 долларов мы платим за визу. Так как визу нам не выдают и причину, собственно, не говорят, мы уходим домой без денег, деньги остаются у них. А вы представьте, сколько людей каждый день подают на визу и сколько отказывают. Это миллиарды долларов. Я думаю, за то, что мы даже платим деньги, нам должны объяснять хотя бы, почему нам отказывают в визе. В первый раз мы собирали документы сами с мужем, потому что мы на самом деле не знали, что так все серьезно, что прям не дают эти визы. И нужно прям доказать ему, что мы не собираемся эмигрировать. Ребенка мы должны были тоже оставить с бабушкой и полететь на, по-моему, месяц мы собирались. Документы у нас были на то, что у нас недвижимость остается, ребенок в Алма-Ате, машины, справка с места работы у мужа была. Ну, в общем, все у нас было практически, да. Конечно, доказательства у нас были о том, что мы не эмигрируем. Но мы же все как слепые котята. Мы не знаем, какие документы конкретно нужно приносить в посольство. Мы не знаем причину отказа. Мы не знаем, что нужно брать с собой, где ставить точки, где ставить запятые, как одеваться, как себя вести, что говорить. И вообще это такой стресс для человека. Плюс ко всему они берут по 160 долларов. И в большинстве случаев они, не объясняя причину, выдают вам вот эту синюю бумажку и отправляют вас домой. И вы как полный болван разворачиваетесь и уходите. И не знаете, что же произошло на самом деле. Эта ситуация похожа на ситуацию, как будто бы вы пришли в какой-нибудь ночной клуб, и вас просто не пускают, вы не прошли фейс-контроль. Но в клубе вам, по крайней мере, говорят, да, почему вас не пускают. Вы, например, у вас там кеды, или вы одеты как-то не так, дресс-код не прошли, там три полоски на кроссовках. А здесь вы должны догадываться, да, почему вас не пускают. Вам ничего не объясняют, вы должны сами себе накручивать, придумывать, что же с вами не так. И в этом году у нас история повторилась. Конечно, в этом году нас готовила школа сама, да, она делала визовую поддержку. Во-первых, они нам сделали приглашение со школы в Вашингтоне, двухнедельное. Во-вторых, они полностью говорили нам, какие документы нам нужно собрать. И помогли нам, в общем, да. Я не буду рассказывать, как проходит процедура подачи заявления на собеседование, да. Полно таких видео в Ютьюбе. Я хочу с вами просто поговорить насчет вот этой проблемы. То, что они не объясняют причину отказа. В этом году произошло вот то же самое. Мы пришли, у нас в руках была огромная папка документов различных. И что самое интересное, из них они выбрали только спечатку приглашения на собеседование, распечатку приглашения со школы и паспорта наш. Все. Они положили их в свою папочку, и девочка ушла отдавать все это. Нас это очень удивило, потому что мы, опять же, платили деньги, мы собирали эти справки дурацкие, мы даже писали заявление о том, что ребенок остается с третьим лицом, с нашей бабушкой. Заявление о том, что муж будет меня полностью спонсировать. Распечатывали с банка справки, сколько у нас на счету денег. Так, передвижение денег за последний год, справки с места работы, адресные справки. В общем, у нас вот такая была стопка документов, которые они даже не посмотрели. Кстати, мы специально даже пришли самые первые, утречком. Некоторые советуют так сделать, прийти прям с утреца записаться. И самыми первыми желательно. Тогда лимит, если не будет исчерпан, и они должны вам дать, да. Мы пришли самые первые. И когда уже дошло дело до офицера, когда мы к нему подошли, он сразу, знаете, проявил какую-то высокомерие по отношению к нам. Он, во-первых, не здравствуйте, не до свидания. Это меня очень удивило, так как я знаю, что американцы, они в основном, конечно же, все-таки приветливые и улыбчивые, да. Он нам не улыбался, ничего. Документы он наши не брал смотреть. А если мы ему сували их в окошко, какие-то доказательства, когда мы там что-то ему рассказывали, он их вот так рукой делал и даже не смотрел на них. Еще мне не понравилось. Когда мы к нему подошли, он тут же нам говорит, спрашивает нас, вы разговариваете по-английски? Я говорю, нет. А муж говорит, чуть-чуть. И он нам опять продолжает на английском говорить. Ну, я буду с вами разговаривать на английском, вести типа интервью. Я думаю, блин, ну вот сейчас он будет что-нибудь спрашивать, я если не буду перевод знать некоторых слов, я начну тупить, и он может засомневаться в искренности, да, в моей. Потому что если я не буду знать перевода некоторых слов, как я могу прям ему с точностью что-то ответить? Что так же и получилось, да. Хотя он по-русски разговаривает. И это мне тоже очень не понравилось, и он как-то относился к нам вот так вот непонятно. Создавалось такое впечатление, что он уже заранее знает, что нам отказ в визе, да. Я еще не могу понять одного. Если они знают, да, заранее, что нам не дадут визу, да, или они заранее уже подготовили отказ для нас, да, почему они не могут это сделать как-то онлайн или передать по почте, или как-то в этом роде, почему они занимают наше время, мы занимаем их время, плюс мы еще платим за это деньги, и нам не поясняют причину отказа. Мы как слепые котята, говорю, мы не знаем, что брать с собой, как говорить, и ни в одном посольстве мира такого нет. И знаете, вот мы были в разных посольствах, вы знаете, мы часто путешествуем. Везде, когда вы приходите в посольство, вам говорят, что вам принести, какие документы вам нужно принести, для того, чтобы вы получили визу. В этом же случае нет. Вы приходите, они вам ничего абсолютно не говорят, вы как слепые котята, не знаете, что вам сказать, что принести, донести, может, что-то надо, может, у вас на самом деле есть другие какие-то доказательства, да, но они же этого вообще ничего не говорят. Вы приносите им документы на свое усмотрение. Ни в одном посольстве мира такого нет. Визу сделать в Японию бесплатно. Я понимаю, да, многие нарушают, многие эмигрируют, не возвращаются, но я думаю, что их можно легко вычислить, все-таки этих людей, и лишить их пожизненно. Лишайте пожизненно их визы. Неужели для тех людей, которые не работают, либо работают сами на себя онлайн, имеют какой-то нелегальный бизнес, да, к примеру, неужели для них Америка закрыта, и их туда не пустят? Это же дискриминация полная. У меня, конечно, возмущение моему нет предела, и в Инстаграме я сделала, конечно, об этом пост, вот недавно, два часа или три часа назад, и тоже эту тему начали люди активно обсуждать. Многие люди получали тоже отказы, многие получали отказы, потом все-таки им выдали эту визу. Кто-то там посоветовал поменять паспорт. Паспорт у нас был новый практически, потому что мы год назад теряли паспорта, и восстанавливали их, и у нас были там визы, мы еще посещали, наверное, стран пять, и мы с этими практически новыми паспортами пришли к ним, поэтому это тоже не влияет, да. По фамилии они все равно могут вас там посмотреть по базе своей. Вот. Кто-то посоветовал подать апелляцию. На апелляцию может подать только американский, по-моему, адвокат, если я не ошибаюсь. То есть специально он делает заявление, и это, конечно, все не быстро, довольно-таки долгий процесс, но в большинстве случаев они потом одобряют визу после апелляции. Вот. Но дело в том, что мы не знаем, к кому обратиться. Я не знаю, может быть, кто-нибудь из вас, подписчики, знает такого адвоката, или может в этом вопросе помочь. Для меня важно, если кто-то из вас владеет какой-либо информацией, может быть, есть какие-то догадки, почему они отказывают визе. Считаете ли вы на самом деле, что они заранее знают уже, что вам не дадут визу, или дадут, что они просто морочат голову. Может быть, есть какие-то еще варианты, может быть, есть какие-то еще причины. Напишите, пожалуйста, давайте пообсуждаем эту тему, потому что, я думаю, не только для нас она важна, я думаю, для очень многих людей важна эта тема, а именно получение визы в США, потому что хочется добиться какой-то справедливости, и все-таки мы платим за это деньги. Вот такие, в общем, дела. Пока-пока.